Так, заселяемся в отель, ресепшен, сейчас решают вопрос по нашему номеру, решают вопрос с дополнительной кроваткой, просили детскую кроватку, но по факту приезда говорят, что ее нет, ну, обещают дать какую-то раскладушку, чтобы мы могли ночевать. Ты молодец, Лера. Вот такая вот у нас компания, едем, пообещали раскладушку, застелят, принесут. Посмотрим. Ну, буду бы от стола. Да, вот смотрите, состояние номера. Просто очень клиентоориентированный отель, вот вообще. Открываем номер, здесь, ну, вы сами видите, что нас встречает, запах такой. Короче, это называется, предупреждаем, что едем с детьми, платим за благовременно. Уже потратили на заселение порядка получаса. Сказать, что я довольна, прям аж, ну, аж, разве что вы не слышите, как мои зубы скрипят. От вот этого вот счастья. И это есть. Да, и это есть. Ты тоже такой молодой. Убирали, убирали, устали. Закрыли комнату и ушли. А ну нафиг. Триста лет оно мне сдалось. Убирали что-то. Да, что-то они тут напутали, Лера. Никакого уважения вообще. Абсолютно. Говорят, ждите, мы вам сейчас другие ключи принесем. Нормально, ждем. Вот такое вот что-то розовое. Полотенечко нам свернули. А мы посмотрим, должно быть. Так. О, боги. Та, унка, грязная, вонетка. Грязная. Смотренная бумага есть. Так, заинька. Сейчас будем. В общем, у нас разбор полетов продолжается. Приходит там хаускипинг, да. Говорит, ну вот, пожалуйста, вам номер типа без ведер и швабры. Где вместо детской кроватки у них в отеле оказалось, что нет детских кроваток. Хотя нам обещали кроватку. Обещали поставить раскатушку. Я говорю, хорошо, принесу раскатушку. Я говорю, достыночку, ее принесите, потому что я здесь его не нашла. Значит так. Вот к нам пришла команда персонала. Сделали небольшую перестановку. Поставили раскладушку. Застелили ее матрасиком. Постелили еще простынку, подушку дали, одеялко дали. Ну, могут же. Могут. Это надо было, чтобы я начала нервничать. Это я буду тут спать. Но в итоге вопрос решили за пять минут. Так что... Я тут буду спать. Да. Лера, ты будешь тут спать. А мама, папа и Стасик будут с нами тут спать на большой кровати. А я тут буду спать. А ты будешь тут спать. Так, только с обувью я не разрешаю спать. Сейчас мы вообще пойдем кушать супчик и гулять. Окей? Да. У меня есть кухня. Мы пойдем поищем ресторан, чтобы покормить вас супчиком. Пищем? Да. Я могу накануне печенька. Я буду. Спасибо тебе большое. Ты щедрая. Такая подача шведского стола. Блинчики с мясом, блинчики с творогом, гречечка. печенька. Печеньки. Да, и печеньки даже есть. Печеньки. Печеньки. Одну, одну лирочка. Одну печеньку, да? Все, зеркал. А здесь отдельный островок у нас чай-кофе. Смотрите, все аккуратненько. А там кухня. Там все готовят. Сейчас покажу. Все закрыто. Все культурно. Так что приятного аппетита. Мы пришли на завтрак. Здесь такое большое помещение. Ресторан накрыт шведский стол. Дети приготовлено гречечка, есть молочко. Лера, тебе вкусно? Да. Да, Лерочка довольна. У меня такие блинчики, кофе. Папочка наш собрал тоже у нас на себе свои вкусняшечки. Мы стараемся тут сильно не пачкать. Но получается. Стас хочет есть сам. Ложку схватил и все. Нам предложили даже сварить овсяную кашу, если нам надо. Но дети гречкоеды нас вполне устраивает. гречка и молочко. Так что приятного вам аппетита и хорошего начала дня. Продолжение следует... гречкоеды... гречкоеды...